понимаете я еду обливаясь потом 40 километров в час я вот что значит попробовать в жизни что-то но это всем привет я знаю что именно у меня на канале многие ждут что-нибудь необычное да мы показываем на канале микроавтобусы грузовички и наконец я вам даже эвакуатор покажу кстати обязательно я сделаю по пометку в самом начале выпуска что вот такие эвакуаторы не работают с гаи вот конкретно такие вот эвакуаторы которые без манипулятора вот без крана это не вот эти воровайки там так скажем не положенных мест парковки это именно спасатель как у нас здесь по сути на машине и написано это и суду эльф и суду эльф это очень такая востребованная модель используется очень широко версий прям тьма тьмущая разновидности двигателей тоннажа ну и прочее очень много у нас более менее распространенная версия с большущим 5 литровым 5 2 литра объемом двигателем здесь сделаны многие изменения которые ну можно сказать облегчают и улучшают жизнь работника ну вот подобной сферы я считаю так будет мне кажется интересно посмотреть даже тем кто в этой теме абсолютно не задействован и даже не обязательно тем кто хочет такой автомобиль приобрести просто даже в качестве развлекательного контента у нас то уже двускатник то есть сзади как вы видите уже не там не по одному колесику это пятое поколение и суду эльф длилась очень долго и вы когда видите по сути на улице такую машину определить конкретно какого она года вот так вот внешне ну затруднительно я вам так скажу не зная номера не видя документы по 2006 год это поколение шло я посмотрел просто на дроме открыл эти грузовички сколько продаются находил такие которые стоят даже 900 миллион но я сразу даже фотки открываешь и сразу понимаешь что там ну печально все такой скорее вы приобретете где-то за миллиона 2 вот это более будет правильная такая цифра а еще если учесть дополнительное оборудование он именно эвакуатор и одна только платформа которая кстати свежая и хоть и российского производства тоже стоит практически миллион вот она российская платформа у нас тип платформы такой без излома знаете которые не которые вот рам там выкатываются эти сходни и прочее она поднимается и при опускается и туда уже лебедкой затягивается машина реально даже вот какие-нибудь мелочи типа вот этих стяжек крюков стоят весомых денег поэтому просто куда ни ткни все очень дорого комплект колес даже вот грубо говоря вот комплект колес просто один да с дисками с резиной будет стоить 150 тысяч то есть 300 тысяч только на то чтобы иметь два комплекта дисков с резиной но это типа расходник это же даже не какой-то там тюнинг дополнительно оборудование еще что-нибудь они по подвеске кстати тоже не дешевые совершенно там допустим сайлин блок какой-нибудь может стоить 15 там 20 тысяч это реально машина она не приобретается сто процентов для того чтобы не просто ездить она должна сама себя отрабатывать иначе становится как-то очень уж не честно стоят на перекрестке до какой-нибудь в 200 крузер да и обычный вот такой грузовичок и еще неизвестно что дороже хорошо что этот грузовичок именно с открывающейся кабиной да то есть ее можно откинуть что я сейчас и сделаю но важно сказать что для какой-то мелкой процедуры да можно залезть и через салон то есть у него сиденье тоже поднимается пассажирское но мне кажется это уже достаточно лишний момент если ты можешь откинуть и так кабину целиком здесь кстати я здесь систему припоминаю почти что такая же как на форварде то есть вот так вот с одной чекой вот ее получается убрал да потом значит вот этот рычаг поднял и теперь поднимаем ну кстати я вам скажу о сама защелкнулась хорошо вот на форварде фух я когда поднимал это было прямо подъем прям штанги какой-то там она вообще безумного веса весело здесь в принципе ли одному ну прям вообще без разговоров можно спокойно поднимать все доступно все зачем этот крышечка по сути маленький капот в кабине когда можно и так до всего добраться вам особенно видно сейчас с той стороны турбины нет он должен быть турбовый турбины нет он должен быть с электронным тнвд его уже тоже нет обычно механическое топливное оборудование тянует понятно да что переделывают его так именно для того чтобы он был всеядный в плане топлива чтобы был просто надежный да возможно он чуть чуть побольше стал жрать топлива до без турбины и common rail вот этого но извините гораздо важнее чтобы это дело меньше ломалась чем меньше жрало как-никак клиенты оплачивают да можно сказать сам по себе двигатель большой но всего-навсего четырехцилиндровый удивил меня тот факт что коробка у машины механика шестиступенчатая то есть это тоже такое знаете более современный агрегат уже так по ощущениям хотя бы радиатор знаю дорогущий на такие машины там в районе 20 30 тысяч ки это только контрактное что-то такое будет не слышал конкретной версии на что заменяют такой радиатор что можно сюда приколхозить от чего-то другого возможно подешевле да ну если кто знает напишите в комментариях мне самому было бы интересно радиатора чего сюда устанавливаются вот эти подкрылки вот я знаю дефицитная дорогая вещь неоправданно дорогая вещь потому что брызговик тяжелый он эту штуку обламывает и когда опять же кто-то использует какие-нибудь там подкрылки от жигулей или прочее чтобы здесь вот это место прикрыть я считаю это тоже оправдан автомобиль должен ездить а не дожидаться на заказ деталь которая стоит неоправданно дорого воздушный фильтр видите как расположен по низу то есть есть вероятность такая что сюда может захлестнуть водой если мы где-нибудь но это же эвакуатор бог знает куда его занесет где-нибудь в неблагоприятном месте двигаемся может туда водой наплескать вот я не знаю почему они его так расположили ну вот где ну хотя бы вот здесь бы где-нибудь он был уже бы этой проблемы не было даже кстати обратил внимание блок предохранителей тоже находится низко электрика да получается низко расположена но какие-то не очень грамотные такие технические решения смотрите каким хорошим кожухом защитили прямо сварным таким из нержавейки походу кожухом защитили аккумуляторы аккумуляторы большие тоже дорогие блин каждые два аккумулятора каждый тысяч по 18 ценникам это не только в плане защиты до того чтобы туда что-то не попало жидкость какая-то вода или грязь какая-нибудь а еще и с точки зрения противоугонки этих аккумуляторов тоже такой кожух это неплохо здесь у нас обыкновенный шкварня это все нужно шприцевать особенно после езды по плохим дорожным условиям и парами и по повсюду нужно проверять наличие и смазок и наличие состояния коррозию эту всю вовремя устранять не просто только быть водителем импортозамещение в полной мере кстати присутствует и здесь вот эти стяжки использованы от камаза просто вот их здесь вот переварили вот этот болтик крепления там тоже переварили и все объясняю почему это просто вот железячка в резиновой оплёточки до родная стоит тысячи полторы еще и надо ждать да возможно совершенно на заказ или контрактная как бог знает в каком состоянии уже этот металл и 180 рублей от камаза но вы представляете себе разницу естественно я лучше сварочкой болтик переварю черт подери обратил внимание что вот у нас здесь у машины но стандартный бак 100 литровый бак а я очень часто вижу как на эти машины ставят баки прямо огромные я не знаю еще чего они ставят конечно вот прям здоровенные но я считаю что это на самом деле небезопасно натурально можно вот это дело потерять потому что держится бак по сути всего лишь на стяжках вот на таких либо это каким-то образом жестко усиливать крепление до нужно либо просто не выдумывать и оставлять вот такой бак ну как минимум их нужно лучше сделать два бака чем за один огромный вот буквально я на днях в сервисе вот у друг у друга видел тоже и суду эльф с гигантским просто таким баком он прям вот не знаю прям вот на всю длину у меня здесь вот видите вот рундук вот есть да вот я вот кстати вам покажу тоже а там прямо вот на всю длину можно сказать гигантский какой-то бак не я не знаю насколько он там просто объемом с баком всегда можно порешать всегда можно просто контролировать топливо до заправляться даже не не знаю канистру дополнительную где-нибудь положить но рундук ну как вот без этого и тросик ты моим маслишко и какие-нибудь жидкости эвакуатор тачка всегда в дороге всегда неизвестно в какое положение попадет всегда лучше иметь что-то про запас мало ли элементарно ведь не у нас машина масло не жрет нет это на случай допустим какой-нибудь пробоя например или еще что-нибудь просто должно быть чтобы было элементарно кого-то другого спасти чтобы ну а вот этот у нас ящичек это дополнительный ящичек для управления платформой то есть аутриггеры вот эти чтобы опускались лебедка кстати даже помечено буковки л а заводских отметок почему-то нет вот чайки чайки это нужно принять во внимание потому что я даже помню на манипуляторе вот форварда там был японский какой-то манипулятор и там на каждой палочке было прямо подписано что это куда это там стрелочки не стрелочки какие-то там иконочки были здесь по сути вот человеку пришлось самому подписать что что же это такое но здесь то точно здесь то точно прям по дальнобойщически да я так скажу вот так вот можно коленки рулем обшоркать ну слушайте смотрите здесь примерно похоже как у большинства грузовичков здесь тоже есть вот такой подлокотник он же спинка третьего места да то есть одно второе третье да но если один вдвоем ездишь принципе лучше да его так вот как такой подлокотничек как столик использовать из интересного я обратил внимание что есть глубокая достаточно полка хотя вот человек говорит что все равно не хватает ему место все равно ему бардачков не хватает на дверях кармашки маленькие ну я и не удивляюсь что я частенько вижу как в грузовиках вот здесь за сиденьями целая куча всего обычно у людей лежит прямо пачками и подушечки всякие и всякие нужды все что такое текущие вот у нас вот видите горелочка тут присутствует все все нужное все нужное ребят дайте-ка я вот эту вот штуку закрою посмотрю как здесь будет в итоге смотреться слушайте однако просторно вялый кончик естественно традиционно да как у большинства японских грузовичков тоже делается здесь кстати обращаю ваше внимание можно таким же почти что таким же образом поступить из рычагом ручника здесь тоже вот такая вот кнопочка есть и вот так его положить . сейчас на ручнике стоит а рычаг мы положили то есть все ложимся баеньки ноу проблем однако бернаут на нем нормально не сделаешь потому что между педалью сцепления и между педалью тормоза рулевая колонка кстати от педали тормоза тормоза у него и спереди и сзади барабанные бывают у более крупных дисков и спереди насколько я знаю его не так просто прокачать эти тормоза есть нюансы для прокачки тормозов в грузовиках есть особые моменты раскрывать тайну не буду и да и так наверное в комментариях кто знает напишет у меня сейчас возникла идея которую я думаю все вы поддержали давайте попробуем бусинку закатить на платформу а я никогда такое не делал буду пробовать сам особенно по зиме да особенно когда ты такой расслабился пришел домой сел покушал думаешь компьютер поиграю кино посмотрю там свои дела сделаю там вещи в стирку закину алё здравствуйте мне нужен эвакуатор там время 2 часа ночи там бывает 5 утра звонят дождь снег и погодные условия ты все равно едешь а тебе надо на старт и полетел я на тебе же нравится временами прям бесит ну так вообще больше всего ну что время экспериментов коробка отбора мощности на добавляем оборотов ух слушайте очкова бляха муха первым делом опускаем аутриггеры очень удобно кстати понимать чё к чему просто что что мы хотим в ту сторону и делаем рычагом то есть опускаем теперь сперва туда и теперь опускаем еще до маленько вот так нормально такого положения вот видишь да вот такой хотя перчатка наоборот ой какую лучше правую или левую ой бусинька ё-моё ой бусинька ё-моё странные какие-то ощущения теперь не моя машина меня везет а я везу мою машину Ой, господи, кочки-то какие Для меня это, по сути, абсолютно новые впечатления И я вам могу так сказать Это только со стороны кажется, что работа легкая Я просто-напросто погрузил свою машину на эвакуатор Причем далеко не самым сложным способом, да? Вот такая платформа, она считается достаточно удобная А еще представьте, маневрировать с этой штукой, блин, в потоке в городе Когда пробки, когда вот этот весь пипец Причем ты отвечаешь за машину А ведь это, там может быть машина, бог знает, сколько денег стоит А еще и закрепить ее правильно надо, блин Он, конечно, жесткий и ужас какой Прямо весь на колбасе вот такой И это еще, можно сказать, груженый автобусом Но вот это вот рессорная колбаса Слушайте, пустой он вообще, наверное, прыгает и скачет, е-мое Я еду, понимаете, я еду, обливаясь потом 40 км в час Вот что значит попробовать в жизни что-то новое, да? Я понимаю, что я ничего вам, ну, кому-то нового не сказал Но я надеюсь, что это стоит того, чтобы поставить лайк Подписаться на канал, делать репост, порекомендовать мой канал друзьям А послушайте-ка, а я уже однако осваиваюсь, а уже однако мне норм У меня на канале свыше 300 видео Это можно сказать, свыше 300 различных автомобилей Я за это все время водил И я думаю, что это сказывается Потому что я проехал 5 минут и уже в себе уверен Все Еще бы как-нибудь маленько половче сиденья настроить Ну так, маленько больше этому времени уделить И огонь Зеркала пушечные Место дохренища Правый руль огонь Шикарно Все Подписывайтесь, короче, на канал Субтитры сделал DimaTorzok